10 округ начинается в центре города. Он охватывает часть Москалевки, районы Новоселовки и Новожаново. Самые длинные улицы здесь – Октябрьская революция, Академика Богомольца, Селянская и Власенко. В 10 округе живёт более 23 тысяч человек. Здесь почти три сотни многоэтажек, больше полутора тысяч частных домов, в округе четыре детских сада, столько же школ и медучреждений. На территории округа 10 промышленных предприятий. Объектов Евро нет. Чем больше вникаешь в проблемы округа, то их меньше, к сожалению, почему-то не становится. Они есть, они были и они будут. И наша задача их решать. О вверенном ему округе рассуждает депутат Горсовета Андрей Тимчук. Андрей Тимчук, 34 года, два высших образования – инженер-системный аналитик и магистр государственного управления. Карьеру начал в должности гендиректора предприятия. Полтора года занимает должность исполнительного директора завода Шевченко. Член партии регионов. Женат, воспитывает дочь. Чтобы понять, что успел сделать депутат более чем за год, отправляемся на экскурсию. Это центр округа, улица Академика Богомольца, детский сад номер 15. На данный момент времени вы можете посмотреть, сделано отопление с его участием, частичный ремонт пола сделан и 250 квадратных метров линолеума мы планируем постелить. По соседству с детским садом – многоэтажки. Двор дома на Академика Богомольца – три. Нет, нет освещения. Надо даже очень, надо освещение. Вечером темно очень, да. Был свет и было очень хорошо, но это было уже так давно, что мы даже не помним. Отправляемся на окраину округа. Это улица Власенко. Сделали площадки для детей, но только маленького возраста. Например, детям старшего возраста не пообещали сделать лестницы, всякие тренажеры. Этого не сделали. Хорошо маршрутки теперь у нас здесь ездят. А это район улицы Селянской. Здесь высотки граничат с частным сектором. Большие ямы постоянно. Постоянно сложно ходить, особенно летом. Живем в городе, на самом деле, село. Таксисты, как правило, когда спрашивают адрес, либо берут по большему тарифу, либо отказываются ехать. Подводим итог. Что сделано за год – далее в цифрах. Андрей Тимчук провел 37 приемов граждан, принял больше 60 заявок, помог отремонтировать кровли в 15 домах, подъезды в двух домах, восстановить освещение на улицах. Сотрудничал со школами, детскими садами, ветеранскими организациями. Оказывал материальную помощь. Помогал проводить праздники и спортивные турниры. С вопросом, как изменился округ более чем за год, обращаемся к местным жителям. Я не вижу никаких изменений. Мы построили там ограду, которая рушится. Вот, видите, голубенькая вон там. Она же вся рушится. Это все. Освещение вот там появилось. Ну, что еще. Заасфальтировали дорогу к подъездам. Засыпают иногда вот этот вот проезд гравием. Подъезда, как вы видите, у нас как не было никогда и нет. У нас пройти здесь невозможно. Стоит вода почти по колено. Детские площадки очень хорошо сделали. Ну, дороги, конечно, пора монтировать тут надо. Ну, а так улучшение идет. На том же. Не меняется. Не хуже, не лучше. Как будет строить свою дальнейшую политическую карьеру, Андрей Тимчук не прогнозирует. Уже проделанную работу на поприще депутата-мажоритарщика оценивает так. Ну, конечно же, пятерку я себе не могу и не имею права отдать. Но и двойку тоже не считаю, что я заслуживаю. Где-то в середине, я думаю, это будет объективно.